Привет, я Терри Юл. Если вы посмотрели мои предыдущие два видео, у вас уже есть знания для создания или поиска медиакомпанементов, для настройки этих аккомпанементов для желаемого темпа и инструментов и для превращения миди-файлов в аудиофайлы. Это много знаний. Теперь вы готовы порепетировать с файлами и даже создать запись с добавлением вашего исполнения к аккомпанементу. Файлы миди и mp3 можно воспроизвести на компьютере с помощью VLC Media Player для PC и для Mac, Windows Media Player для PC и QuickTime для Mac. Эти программы легко доступны и, вероятно, на вашем компьютере какая-нибудь из них уже установлена. Смартфоны лучше всего работают с mp3-файлами. Второе видео в этой серии показывает несколько способов, чтобы легко конвертировать миди-файлы в mp3-файлы. Звук на смартфонах и на компьютерах обычно тише, чем музыкальный инструмент. Поэтому вам понадобятся либо внешние динамики, либо наушники. Большинству людей легче всего заниматься с наушником в одном ухе, а с другим ухом открытым. Это позволяет музыканту слышать аккомпанемент в одном ухе и подлинный звук их инструмента или голоса в другом. Давайте начнем с интродукции, которую я дал в одном из моих курсов онлайн. Эта демонстрация использует Audacity, но эти принципы тоже хорошо работают с другими рабочими станциями цифрового аудио. Если вы уже знакомы с настройкой уровня звука и с записью, пропустите следующие 4 минуты этого видео. Первое, что нужно сделать, это сохранить ваш проект. Начните с сохранения. Сохранить проект? Да. Обратите внимание на это предупреждение. Это проект Audacity, а не аудиофайл. Я это знаю и это то, что я хочу сделать. Хорошо. Я сохраню это в месте, которое я резервирую для всех моих видео. Создать новую папку. Давайте назовем эту композицию Audacity композиция 4. Итак, я знаю, что все мои файлы Audacity для композиции 4 будут сохранены в этой области. Я смогу к этому вернуться. Я назову это комп 4. Очень хорошо. Перед тем, как начинать записывать, вы должны проверить настройки вашего микрофона. Мой довольно хорошо настроен. Это хорошо работает. Но если это не так, вы можете отрегулировать настройки микрофона. Если я немного поднимусь, примерно здесь, будет довольно хорошо. Однако у некоторых из вас может оказаться, что изменения на вот этом микрофоне не дадут никакого эффекта. Я не уверен, как вносить изменения на Mac. Но вам нужно будет изменить настройки и увеличить громкость микрофона. На PC вам нужно будет войти в панель управления. На панели управления войдите в настройки по названиям оборудование и звук. Выберите это, и вы хотите управлять аудиоустройствами. Дважды щелкните по этому, и вы окажетесь там, где регулируется звук. Выберите свой микрофон. Микрофон, который я использую для этой записи, это внешний микрофон Samsung. Может быть, вы уже используете микрофон на вашем компьютере. Дважды щелкните по этому, и перейдите на уровни. Здесь можно менять уровень микрофона. Вы видите здесь повыше, что уровень микрофона очень хороший. Однако, если я начну двигать это вниз, громкость уменьшится. Для меня лучше всего около 80. Тогда у меня получается довольно хороший уровень микрофона. Нажмите ОК. И теперь все должно быть уже улажено. Хорошо, так что наши уровни микрофона уже в порядке. За этим я наблюдаю. У нас есть такая настройка, которая дает мне уровень микрофона, который мне нравится. Итак, давайте начнем запись. Это проверка записи. 1, 2, 3. Это проверка. Хорошо, похоже, максимальный уровень звука был чуть-чуть выше минус 12. Это должно быть хорошо. Давайте послушаем эту запись. Это проверка записи. 1, 2, 3. Это проверка. Хорошо, вы видите, что высокие точки находятся примерно в этой области. Я мог бы захотеть немного погромче. И в таком случае я могу усилить звук. Хорошо бы иметь не слишком тихие записи, потому что тогда вам придется их усилить. И это добавит дополнительный звук, фоновый шум. Так что лучше иметь больше громкости в начале, а затем немного отступить, если понадобится. Конечно, звук не должен превышать нуля, потому что это может привести к искажению. Теперь я рекомендую вам сохранить то, что вы уже создали, на случай, если вы потом захотите вернуться к нему. Давайте экспортируем аудио. Мы можем просто экспортировать его как файл WAV. Я назову это комп 4, voice 1. Это мы сохраним. Обо всем этом я не буду беспокоиться. Замечательно. Теперь я сохранил это на случай, если мне понравилась эта версия. Сейчас я начинаю работу, но я могу вернуться к тому, что я уже сохранил. Прежде чем приступить к записи с инструментом или с голосом, уделите внимание настройке вашего оборудования. Если у вас есть внешний микрофон, разместите его на расстоянии от вас от 2 до 3 метров или от 6 до 9 футов. Лучше всего направить микрофон вверх, чтобы получить реверберацию от комнаты. На этой картинке показано, где я разместил его для записи, которую вы сейчас услышите. Если вы используете встроенный микрофон в своем ноутбуке, установите его в стороне, чтобы не играть прямо в микрофон. Эта картинка показывает предлагаемое размещение. Теперь вы готовы записать свое исполнение поверх существующего аудиофайла. Сначала внесите аудиотрек. Далее вам нужно будет создать новый трек для вашей записи. Давайте немного это уменьшим. Затем добавьте новый стереотрек. Теперь на экране видно оба трека. Поместите курсор в начале, наденьте наушники и приготовьтесь к выступлению. Затем, когда вы будете готовы, у нас есть выбранный трек, нажмите на кнопку записи. Теперь вы можете настроить баланс между двумя треками, если это понадобится. Ритмические ошибки в партии фортепиано в аккорде со стрелкой указывают на то, что это всего лишь версии для практики, а не для исполнения. Большинство записей были сделаны мной в спешке, а некоторые даже под принуждением. Конечно, это грубая запись, и есть много других вещей, которые можно сделать, чтобы ее улучшить. Я настоятельно рекомендую программное обеспечение RIPER, если вы хотите работать с более профессиональной цифровой аудиостанцией. В заключении, эти три видео представили важную информацию о создании цифровых аккомпанементов, изменении темпа и инструментов, а также об использовании аккомпанементов для занятия и для создания непрофессиональных записей. Обязательно посмотрите все замечательные материалы на 2RID.NET. Эти материалы могут помочь вам продвинуться в вашем развитии как музыкант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...